Всем привет! На этой неделе я наконец-то добралась и до своего участка и хочу показать процесс создания небольшого прудика. Во всех своих видео делаю акцент на привлечении в сад опылителей, полезных насекомых, птиц и ежей. При этом обязательным условием будет наличие воды. Поэтому прудик мы создаем не только как декоративный элемент, но и для привлечения частички дикой природы на наши участки. Идею такого формального водоема я увидела в одной из британских передач. Ссылку на нее оставлю в описании. Там много интересной информации о важности такого элемента в саду, как пруд. Адаптировала предложенный в передаче вариант под размеры своего участка и добавила звук воды. Но давайте по порядку. Размеры. Минимальный размер пруда 1 метр квадратный, при этом оптимальная глубина 60 сантиметров. Пруд обязательно должен иметь более глубокую часть и мелководье. И это важно не только для того, чтобы нам удобно было разместить разные растения, но и для безопасности тех же птиц и ежей. И по этой же причине обязательно использовать плавающие растения, чтобы птицам, насекомым было удобно и безопасно пить воду из пруда. Расположение. Конечно, желательно такой пруд разместить на солнечном участке, чтобы лучше прогревалась вода. Однако, чем меньше площадь участка, тем сложнее выделить вот этот солнечный кусочек земли под пруд. Но не отчаивайтесь, в полутени пруд тоже можно расположить. Только здесь уже надо с большей осторожностью подходить к выбору растений. Итак, мы начали с того, что создали каркас из деревянных балок. Длина 4 метра, ширина 1 метр. И есть отдельная секция, которая будет заполнена грунтом и в которой будут высажены растения. После установки каркаса мы четко понимаем границы нашего пруда и уже можно сделать самую глубокую часть. Она у нас получилась где-то 65 сантиметров и мелководье. Дополнительно копаем яму под бак, в котором будет находиться насос. Мы использовали обычный технический бак для воды на 250 литров и обрезали его верхнюю часть. Дальше укладываем геотекстиль. Это делается для того, чтобы пленка не повредилась какими-то острыми предметами, корнями или камнями. Вместо геотекстиля можно использовать и песок. При этом все стенки пруда выстилаются слоем песка. Следующий этап укладка пленки. Очень важно брать ее с запасом. С пленкой легче работать, если она немножко нагреется на солнышке. В таком случае она становится более пластичной. И обязательно помнить, обрезаем лишнюю пленку только после того, как наберется вода. Самый распространенный цвет пленки черный. Его тоже можно смело использовать. Но вот оливковый цвет дает эффект более прозрачной воды. И в целом, на мой взгляд, смотрится интереснее. Заполняем водой наш пруд, пытаясь немножко разровнять складки. При этом часть из них в любом случае останется. И это совсем не страшно. Устанавливаем насос. Его характеристики оставлю в конце видео. И накрываем бак решеткой. Сверху бак я планирую задекорировать камнями. Поэтому решетка делалась достаточно прочной, чтобы выдержать их вес. Сверху фиксируем доской. Секции под растения слили воду и заполнили эту секцию обычным садовым грунтом. Под бортиком пруда закрепляем трубку, которая идет от насоса. И фиксируем ее на мелководье между несколькими камнями. Под все камни, которые я использовала в водоеме, и даже под контейнеры с растениями, я дополнительно подкладывала обрезки вот этой нашей пленки, чтобы не повредить основную пленку в пруду. Добавляем воду в пруд, чтобы и секция с грунтом тоже покрылась водой. Итак, основа готова. Остались детали. Решетку, которая закрывает бак с насосом, засыпаем камнями и заполняем пруд растениями. В секцию с грунтом я посадила хвощ. Мне хочется создать именно строгий вертикальный акцент. Да и сам этот участок первую половину дня находится в тени от забора, и далеко не все водные растения смогут такие условия выдержать. А вот хвощ должен справиться. Я надеюсь, что уже за этот сезон он активно нарастет и создаст необходимый акцент. Но пока я дополнительно посадила здесь вахту трехлистную, чтобы она своей листвой покрыла поверхность воды, и тем самым этот участок будет более безопасный для насекомых. Императоцилиндрическая и хаутюния будут на мелководье. Еще одно интересное растение водный гиацинт. Это плавающие растения, которые имеют длинные корни. Они выполняют роль фильтра. На самый глубокий участок отправляем немфею. Кстати, здесь важно помнить, что многие растения в питомниках выращиваются в мелких прудах. И та же немфея, когда я ее поставила на глубину 65 сантиметров, с головой ушла под воду. В этом случае нужно на первое время придумать какую-то подставку под контейнер, чтобы хотя бы несколько листочков немфеи находилось на поверхности воды. И постепенно, уменьшая вот эту подставку под контейнер, вы можете немфею перевести на нужную вам глубину. Но делать это нужно именно поэтапно. И еще одно растение, которое я использовала в пруду, это щитолистник. Его можно высаживать непосредственно на мелководье, так и на затопляемом берегу. Именно так я и сделала. Одну веточку я посадила рядом с хвощом, в надежде, что он немного закроет с собой камень и трубку, которая подает воду. Вторую веточку посадила между горшками с хаутюней и император цилиндрической, чтобы в будущем немного закрыть вот эти сами горшки. И еще одну веточку отправила возле бака. Здесь вода по камням может немного стекать, и этот участок будет постоянно влажным. И поэтому щитолистник здесь должен себя очень хорошо чувствовать. Рядом с ним я также использовала хаутюнию. Пока пруд выглядит немного оголенным, таким отдельным элементом. Я же хочу, чтобы он стал частью вот этого лесного участка. Поэтому вокруг пруда я высадила достаточно высокие и объемные многолетники, которые, надеюсь, вскоре обнимут собой пруд и сделают его частью сада. Из злаков я использовала щучку дернистую. Она одна из первых зацветает. И сегодня вот 1 июня, и она уже создает акцент. И здесь же горец свечевидный, кровохлебка, астрозакрученная вербена, копьевидная альба и лабелия сидячий листная. И, конечно, папоротники, а именно моя любимая анаклея чувствительная, которая очень декоративна на протяжении всего года. Она одна из первых выходит из зимы, остается зеленой массой на протяжении всего лета, а осенью листья желтеют и создают интересный фон для других многолетников. Если интересно, я обязательно покажу этот пруд чуть-чуть попозже, когда многолетники подрастут и создадут вот этот желаемый эффект. В конце оставлю смету по материалам и растениям, которые я использовала для создания данного пруда, чтобы вы могли прицениться и вложить в свой бюджет такой замечательный элемент в саду, как пруд. Если остались вопросы, пишите в комментариях. А в блоге есть новый пост со схемами обработок сада биопрепаратами на весь сезон. А мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Я запланировала видео, в котором покажу несколько готовых блоков из весеннецветущих многолетников. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пусть сад радует и до встречи на следующей неделе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok